К другим новостям. Дата, хотя и не круглая, но все-таки юбилей. В этом году у столицы Чуваши исполняется 545 лет. О том, какую программу готовят к празднику, узнавала Ольга Пырочкина. Мероприятий много и в один день не уложимся. Так что гулять чебоксары будут несколько дней. С этого началось заседание оргкомитета по празднованию Дня города. Чебоксары – город твоих побед. Таков девиз праздника в этом году. И пусть каждый понимает его по-своему. У каждого горожанина победы свои. Кто-то закончил и успешно сдал единый государственный экзамен. Это его победа. Кто-то удачно вышел замуж. Это тоже победа. Город в этом году получил диплом самого благоустроенного города России. Развлечения, которые так полюбились чебоксарцам, планируются и в этом году. Так, фестиваль семейного творчества «Эстенок» пройдет 16 августа. В субботу. Зарядка со звездой, творческий бульвар и выступления пилотажной группы запланированы на воскресенье, 17 августа. Количество различных мероприятий переваливает за 300. Но наша задача, чтобы каждые горожане охватить мероприятие. В каждом дворе, в каждом микрорайоне, где это возможно, праздничные мероприятия. Все депутаты городского собрания участвуют. Депутаты госсовета. Сами предприятия, организации. Во дворах больше, начиная с 11 числа, по нарастающей каждый день. Если приглашенными актерами и звездами эстрады чебоксарцев уже не удивить, то в этот раз в Чувашию приедут и те, кого называют суперлюдьми – шалиньские монахи. Разбивать голову стен они, скорее всего, не будут. Им приготовят программу поинтереснее. Леонид Черкесов предложил задействовать их в зарядке со звездой и других спортивных мероприятиях. Кстати, о спорте. 16 августа горожан приглашают покрутить педали на ночной велопрогулке. Ну а вечером 17 августа под пение Ларисы Долиной раздадутся залпы салюта. Их, кстати, обещают 1200. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика.